Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Даря, на руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И в одном из видеоразборов песен из ТикТока, вот, между прочим, если это видео, обязательно посмотри, я написала вам, нужно ли вам сделать отдельный видос приемов игры. И вы сказали, что да, Даречка, это будет суперкруто-классно, если ты им прям сделаешь отдельный видос. Поэтому сегодня я подготовила для тебя суперкрутые и популярные, самое главное, легкие приемы на укулеле, после которых твоя игра уже не будет прежней. Ну а перед началом этого видео напоминаю, что мне цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, чтобы мы с вами были на первом месте в русскоязычном ютубе по укулеле комьюнити, и именно ты можешь мне помочь достичь эту цель. Ну а сейчас бери инструмент в руки, бери какую-нибудь там тетрадочку, чтобы все это записывать, потому что информации будет очень много, и погнали учиться! Но для начала мы должны понять, зачем же все-таки нам эти приемы нужны. Объясню, если мы не будем ничего применять и тупо играть, зажимаем там струну на первом ладу, потом другую струну на другом ладу, наша игра будет топорной. Тут зажали, там зажали, никакой красоты звучания у нас не будет, если мы не будем делать какие-то вот украшения в нашем исполнении. Если ты начнешь после этого видео применять какие-то приемы, то ты заметишь, что струны твоей души начали жить, такие, ааа, какая красота, какая мелодия получается нашими чудо-пальчиками, говорю сразу, их существует намного больше, чем сегодня я буду тебе показывать. Просто я беру самые основные, самые базовые, популярные, из которых стоит все-таки начать играть. Честно, я все приемы, которые существуют, сама не знаю, поэтому я учусь вместе с вами, вы меня подталкиваете, чтобы я изучала что-то новое, потом доступным языком это вам все объясняла. Поэтому первая часть сегодня наших приемов, если понадобится, сделаем вторую, все зависит от вас. Погнали! Разбор на укуляля! И первый прием, который нам нужно научиться играть, называется легато. Но давайте сначала поймем, что же такое легато. Легато это когда мы играем звуки плавно, то есть они у нас не звучат отрывисто друг от друга. Например, я сейчас вам сыграю просто, как обычно вы играете, и с легато. То есть каждый звук отдельно, как будто друг от друга. Когда мы применяем легато по-другому плавно, то они у нас начинают быть как бы в единой коробочке, в едином вот кусочке. Слышите, да, что я этот звук соединяю с предыдущим? Еще раз. Чтобы это играть, вам нужно, когда мы играем какой-то звук, уже подставлять палец на следующую ноту, то есть на следующую струну, что вы будете зажимать. То есть подготавливаться к другой струне. Еще раз. Видите, да, когда я играю один кусочек, я уже готовлю палец, чтобы зажать на другой струне. Еще раз. Что было до этого? Это нарабатывается, когда вы уже очень хорошо знаете текст. Когда вы уже понимаете, что вы будете, что зачем играть дальше, тогда у вас получится легато. Обычно легато у нас обозначается дугой, но могут его просто не обозначать. Вы уже сами понимаете. Ага, допустим, мне этот кусочек нужно играть на легато. По сути, мы всегда с вами играем на легато, даже когда у нас не пишется в табах вот прям ту-ту. Надо играть на легато. То есть, чтобы у нас была единая композиция, как бы единое предложение и мелодия, мы всегда будем стараться это играть все вместе. Разбор на укулеле. И прием, который идет в противоположность приему легато, стаккато. Да, мы наоборот не связываем друг с другом звуки, да, а именно делаем их отрывисто. Это будет звучать следующим образом. Слушайте, он звучит намного короче, чем было до этого. Чтобы сыграть такой прием, я как бы сыграла звук и его тут же отпустила. То есть, я его не растягиваю, как было в легато, а наоборот делаю короче. Еще раз. Также легато включает в себя такой прием, как хаммерон. В табах его могут писать по-разному. Вот сейчас вы увидите, какие варианты есть в описании этого приема. Для начала давайте я покажу, как он выглядит, и потом я объясню, как его играть. Если переводить с английского, то это называется молоток. И тут принцип такой же. То есть, мы как бы ударяем по струне, как будто молоточек. Если показать вот таким вот образом. Чтобы точно его почувствовать, вы можете перевернуть укулеле. И начать играть всеми пальцами, да, этот прием можно играть разными пальцами. То есть, вы начинаете чувствовать и слышать вот этот как раз удар, как будто это молоточек. Если что, отрепетируйте. Да, при этом у нас палец как бы округленный. То есть, я вот бью, и заметьте, когда я применяю вот этот удар этого пальца, у меня позиция нашего пальца округленность сохраняется. Не нужно вот так вот пытаться как-то прямыми пальцами все сыграть. Также, очень важно попасть на нужный лад, когда мы играем этот прием. Потому что, если мы что-то между сыграем, там скосим, у нас уже звучать не будет этот прием. То есть, точно попадаем в нужный лад. Суть этого приема в том, что когда мы играем на одном ладу, у нас же вот звук остается, и мы нужным пальцем ударяем по этой струне. То есть, мы не делаем два удара отдельных. У нас так не звучит. У нас звучит сохранившийся звук, мы переносим на другой лад. Если вы сыграли, но звука у вас не было, не нужно дальше пытаться давить вот на эту струну, которую нужно зажать следующей, от этого звук не появится. Сыграйте лучше отдельно еще раз. Также можете потренироваться разными пальцами на разных ладах. Играть. Вот видите, вот что-то сыграло. Приглушилось неправильно. Нужно играть округленно и в нужный лад. Вот вот этот прием. Он сам распространенный на самом деле. Посидите, потренируйтесь. Разбор на укулеле. Также легато включает в себя такую разновидность приема под названием pull-off. Его могут в табах писать вот таким вот образом, чтобы потом вы это увидели. Такие, что это за буквы? Что бы так у вас не было? Вы понимали, ага, это pull-off. Как же играть? Тоже можно играть разными пальцами, но чтобы сделать этот прием, его уже немножко по-другому делают, как хаммерон. Наша задача, то есть, допустим, опять же тот же самый звук, один удар, но при этом мы как бы, когда играли хаммерон, мы делали сверху как молоточек, а тут мы наоборот сползаем вниз. И получается... Не нужно выдергивать струну, пытаться что-то ковырять. Так не надо делать. Мы... Именно подушечкой наших пальцев как бы соскальзываем вниз, но так же тянуть вниз тоже не надо, струной вверх тоже. Вот тут вот есть такая тонкая грань, чтобы не выдергивать и вниз ее не тянуть, эту струну, а как бы просто соскользнули. Так же можно делать на разных ладах. А теперь почувствуем разницу. Вот это хаммерон, а это пулов. Надеюсь, с этим понятно. Следующий немаловажный прием называется слайд. Или по-другому могут его писать глисанды. Но суть одна. У нас тут происходит уже скольжение по струне. Так же в табах его могут писать несколькими вариантами. И вот один из этих вариантов точно вам попадется. Суть этого приема в том, что мы с одного лада скользим на другой. И получается... То есть мы не отпускаем и вот так вот отдельно не играем, а получается этот звук, который у нас есть с одного лада. Мы переносим на другой. Так же может выполняться так же и разными пальцами, но мизинцем будет неудобно. Указательный, средний, безымянный. Это прям классика жизни. Да, может так же в другую сторону. Так же заметьте, мы играем всей рукой, а не только этими пальцами. Допустим, вот у меня нужно сделать слайд со второго на пятый лад. Если я буду играть... Видите, у меня большой палец остался в том же положении. Так делать не надо. No. Мы играем именно вот всей рукой. Получается... Видите, я делаю движения, да? Вот так вот правильно. Вот так вот. Вот так вот неправильно. Разбор на укулеле. Наверное, самый базовый прием, который идет после того, как мы выучили аккорды, прием называется баррэ. Баррэ. Если что, у меня на канале есть целый подробный видос про баррэ. Но сейчас скажу, что это такой прием, когда мы зажимаем несколько струн одновременно, одним пальцем, то есть две и более. Можем зажать четыре струны, можем зажать три, можем зажать две. Ой, какой красивый аккорд. Скажите, Даша, почему это считается как приемом? Ну, потому что, смотрите, один и тот же аккорд мы можем сыграть как с баррэ, так и без баррэ. На примере возьмем аккорд это А диез или по-другому Б бемоль. По сути, у нас сыграется с вами первая и вторая струна на первом ладу, затем третья струна на втором ладу и четвертая струна на третьем ладу. Без баррэ бы это выглядело вот таким вот странным образом. Мы бы себе пальцы ломали, чтобы это все поставить. Мы можем сыграть тот же самый аккорд с маленьким баррэ, то есть с неполным. Просто зажать одним пальцем две струны на первом ладу и остальные вот так вот сыграть. Кому-то удобно, тот играет так. Я, например, ставлю полное баррэ, когда я зажимаю вот этим указательным пальцем полностью этот лад. Намного удобнее, чем вот что-то как-то криво там играть. Просто применяем прием баррэ и у-ля-ля. Это то же самое касается аккорда Д. Вот, например, кому-то удобнее сыграть три пальца в ряд, то есть четвертая и третья струна на втором ладу, как мне, например. Кому-то легче сыграть этот аккорд при помощи баррэ. То есть первым просто не будем играть, глушить будем ее. То есть на вкус и цвет все карандаши разные, но вот благодаря этому баррэ мы можем не ломать себе постоянно пальцы. Поэтому мы тупо поставили баррэ на какой-то аккорд сложный и будет супер круто, классно. Но если тебе был полезен этот разбор, то поставь свой лайк. Также напиши в комментариях, какие следующие приемы игры мне разобрать. И вообще получилось, у тебя не получилось, может ты что-то до этого не знал. В общем, всю обратную связь пиши обязательно, прочту. А еще напоминаю, что ты можешь поддерживать мои труды и старания старничка на бусте. Вот, например, эти уже ребята поддерживают и взамен получают клевые ништяки и весь раздачный материал, который сейчас выходит по подписке на бусте. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.